полетайте здрасте подальше там социальной дистанции общался с вами после финала шестнадцатом году до сих пор мурашки по коже вот сейчас вы смотрите со стороны насколько вас электричеством пробивает команду но сейчас через заборчик электричеством знаешь как я турчин сказал что у всех тренеров выносят только вперед ногами зал этого пробивают конечно не то не дорабатывают где-то сейчас идет тренировка торопится бросать но у меня немножко задевает тишина на на не может такого наш плюс или минус у меня это был минус может здесь будет плюсом есть бабушка надо ну хотелось бы немножко больше рабочей обстановки насколько у вас действительно много здоровья отняла от олимпиада в рио потому что те болельщики которые смотрят гандбол только раз четыре года на олимпиадах все привыкли что три филов это наш символ насколько действительно разочаровать их вернуться не знаю нормально она не отдела потом когда там наш как и черт она то и на меня 72 года все время проверяй проверяй а потом когда разрезали сказали мужик у тебя двух творческий клапан где-то историки у него то есть у меня порог сердца был с детства но я работал я бегал вместе со всеми работал на кроссах не дни гора открыли у здрасте поэтому сейчас немножко все это устаканится немножко я приду себя и думаю чтобы там при откройте секрет как вы будете какой-то у вас будет вклад тут в управление команды или вы все-таки не будете вмешиваться ни в коем случае есть главный тренер я считаю что он должен полностью руководить командой отвечает за результат тем же приводил пример 72 по моему вот когда в лобановского было восемь советников да чему привело 82 до трехглавый дракон да 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 когда там и без весков и грузины поэтому я считаю что вот он задумал он должен выполнить они должны поверить ему все команда мерить тренеру выполнили тогда будет какой-то результат а так если у каждого будет где-то за спиной значит да я сейчас я сейчас смотрю на иностранца у меня иногда кажется что они улыбаются на спиной кирпичи на так и здесь может быть я не про может я такой националист черта на днем хорошего смысла цена пирс 2 цифры и фразы меня зацепили вот прямо сейчас во первых владимир поздно рассказал что это олимпиадам окажется странный непонятно зачем а вообще нужно человек из россии говорит вы находитесь здесь токио зачем вообще нужна эта олимпиада ни в коем случае нельзя отказывать от олимпиадам мы уже прошли период это помогу 7 4 год я бойкотирую олимпиаду и что толку знаете надо быть все время в обойме я считаю и скажем так держать руку все время на пульсе если мы только уходим уходим мы теряем связь со со всеми со всеми олимпийскими аспорт комитетом конечно забрали флаг забрали гимн забрали все но без ничего что надо доказывать надо доказывать успехом больше мы ничем не можем пока доказать я ни в случае не касаясь там внешний политик просто я имею ввиду спортивные результаты все мы пока что мы к сожалению к сожалению мне кажется кричим везде то красная машина то вот мы сейчас всех порвем на футболе сейчас не дай бог у него сейчас мы в гонболе так выступ там волейбол послали с баскетболом что произошло надо садиться садиться и как всегда приходит там новый кто-то проводить аудит ну я в шутке я не разбираюсь на него говорят аудит то есть посчитать что у тебя есть в кармане сколько денег сколько прибыли сколько убыли и все тогда будем понимать надо сейчас там про футболный час проходит ну ребят у нас только футбольный школ но давайте посмотрим что они выпускают товар какой у меня проблема сейчас гонболе именно приходят люди не особо обученные понимаете мы люди которые иностранцы они технически оснащены лучше нас лучше нас значит намного будет вот здесь дорабатывать а это уже сборная здесь мы должны нарабатывать нарабатывать связи какие-то а мы разбираемся то руку не туда вынес то ногу не туда поставил это не должно уже быть еще меня зацепила цифра вот которая сейчас появилась на самом деле не очень верю результатам вопроса но она меня просто поразила 97 процентов россиян не знают ни одного спортсмена из всей сборной россии который сюда приехала как-то может быть какой стране мы же 50 сказал вот какой стране мы живем что спорт на таком интересе у нас как-то может быть уместны это знают кто поехал куда местные знают да но вот как же действительно часть мы не спортивная страна мне не хочется в этом случае никого обидеть и не прессу и не министерство спорта и они олимпийский комитет может здесь где-то недоработка но я думаю что люди которые интересуются спортом они это знают но меня убивают знаешь как я был на несколько совещаниях и встают и говорят у нас 40 процентов занимается масс спортом мы сидим я считаю раз два три десять не четверо должно заниматься кто делает зарядку ну на меня начали шикать сразу а потом следом идет доведем до 70 процентов ну кому мачки втираем ребята ну остановитесь сколько есть столько есть давайте с этого начнем отсюда будем стартовать а мы пытаемся нам опять по коммунистически уря уря и на этом заканчивается а то что у нас то нет я не думаю что вот то что никто никого не знает и спортсмена может быть конечно надо немножко побольше уделять внимание все-таки экономически мы где-то отстаем ну давайте спорте по где-то надо вытаскивать я вспоминаю просто кубу после того как туда поехал червоненко был тренер по боксу по моему я могла ошибиться фамилии или африканскую страну куда поехал тренером по футболу не помнишь и пожалуйста идет вид спорта вытащила хорошо гдр давайте вспомним герзинов хоккей понял да 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 вот за счет вот этих людей мы можем еще больше понимает что как раз вот как раз такие победы как шестнадцатом году они поднимают интерес гандболу все начали заинтересоваться гандбол пик вы делаете пики и сейчас вы можете сделать мне бы хотелось мне бы хотелось чтобы мы выступили удачно я опять я боюсь всегда говорить только потому что у нас неприятно в россии колес перед тем как идешь на медведя медведь можно задрать поэтому мне бы хотелось чтобы выступили хорошо а то что то что говорят а как ты будешь смотреть я буду смотреть четыре глаза чтобы сыграли хорошо сыграли больше меня ничего сейчас не волнует причем тут здоровье приехал приехал вот работая а здоровье потом посмотрим сегодня здоровье кстати сборной гвинеи снялась олимпиады и всякие быть выходит вчера ходили олимпиады вообще могут отменить я говорю как отменить она уже церемное открытие завтра но все таки это тревожит нас от коронавирус каждый день какие-то его юар футболисты заболели этого олимпийской деревне вот это все вокруг нас вы знаете я впервые не в олимпийской деревне а за деревне я столько знал тестов на всю жизнь только не сдавал это слюны не хватает а еще что-нибудь не хватает поэтому ну надо чтобы олимпиада прошла надо чтобы она прошла уже через три года следующая олимпиада как мы ее будем проводить может быть этот коронавирус так и останется тогда мы найдем способ как ее проводить а если мы этого не не сделаем не пощупим не попробуем все будет закрыто ты надо сейчас столкнусь и такими моментами которых раньше не было в принципе это никогда не стал газом не привозили загоняли а сейчас я очень много начал с телефоном уже разбираться вы человек эмоционально и я думаю во время матча будете подсказывать что-то игрокам я боюсь тогда будут ругаться если будет ну акустика представляете как мат русский может звучать таком за я уже не ругаюсь вы все наговорили корреспонденты наговорит я не ругался ну что сделаешь знаешь как мы когда в англии были да я проиграл олимпиаду когда пришел президент тогда медведев был мутков все время подсовывает терят и говорит вот у нас тут такой тренер есть девочек ругает маленький но сказал горит иногда русским от помогает продвигать перевод на шутка конечно нет но надо спорта тайбурцы но стоять 4d но подскажите чего боитесь чего боится больше ничего не хочет не может спортсмен выполнять все правильно не может где-то а грех где-то в подсунь письма подлезь подскажи сдвинь его пусть даже он кривится есть уже там сидишь он там с побрякушками товарищи он скривится открывается сейчас она кривился на полу поэтому я так понимаю они так понимают каждый по-своему ну выиграть дальше он про значит доказала стать есть по уникальной возможности ходить на другие спорты ведь как болельщик здесь будьте чем-то пользу на какой-то спортом интересно хочу вообще-то посмотреть что что собралась здесь вот сейчас первый раз со сборной бразилии вот я смотрю тяжеловато придется ну да ну ну понимаете сборная бразилии это такая скажем чуть ли не европейская команда они в бразилии засылают европу играет в лиги чемпиона не играют дьори бухаресте в дании играет и потом 5 7 человек и собираются то есть стартовый состав он уже обучен он уже может играть собрались и поехали здесь уже просто на немножко накатывает и все то есть они недалеко там живут как вот там какая-то африканская страна и она не участвует европейском году не все время в обойме в обойме в обойме ну далеко ходить не надо сейчас вот бразильянка ведущий игрок вылетела хотел быстро сказать фамилию на 100 лет уже здесь европе она будет играть в ростове перед тем она играла в юри она по жизни точно не главное наша основной в хиппобанке проиграла 100 лет крайний игрок ну они не едут даже в бразилии здесь варятся ну и чем они будут начать отличаться от гонбола который европейский второй момент он очень тяжелый это азиатский генбол мы не в японии а я помню япония как меня гоняла здесь я прошу больше как страна у кота ход это тоже помню а корея перед этим а здесь япония для перед этим я смотрел сборную кореи хорошая команда хорошая там совсем другой гонбол там мотор другой мотор немножко другой вот поэтому тяжело скажите вот все-таки насколько все зависит от тренера от игроков но я опять-таки вернусь к футболу вы его уже упомянули сейчас все свалили на черчесово жака черчесово или не я честно лежал ко мне нормальный человек нормальный мужик нормально но мне жалко он работал с тем что у нас есть ребят вот давайте так посмотрим вот есть есть дофы когда-то дуба написал после олимпиады линии почему я номер написал нам бы такого тренера он имел ввиду меня как вас да я ему написал я написал если дурака не будешь валять превратишься в классного игрока ну дядь давай вспомним что он за четыре года где он отлетел где он отлетелся так это только видео там еще слейф пожалуйста дурака свалял дурака свалял поэтому тоже на него сказал говорит спрашивает дюба как играет он только толкается это что-то такое из футболистов ведущих работа должна идет работа пахота прежде всего сейчас немец возглавит сборную футболу лучше будет ну вот здесь был опять у немец были испанцы были итальянцы гус хидинг прекрасная статья спорт экспресс нам прилетели датские гуси на хрена нам такие гуси это уже когда он закончил две статьи вот тебе пожалуйста мы бросаемся из крайности в крайность ну давайте посмотрим и еще раз говорю три питерские школы в гонбол беру где люди день где деньги зим ведь они у меня в крае значит около 14 школ подавляющие спорткомитету 47 по моему у нас района в крае остальные детские спортивные школы принадлежат минпросу ну давайте вспомним где мы разошлись минпроса в разных топ ли господи и фетиса я очень рады слава он же попытался забрать под свои крыло школы началась ругань школы это спортзалы имущество никто не отдал но теперь на заявках не стоит министерство спорта и министерство просвещения там потом труд там общество остается сейчас не стоит сейчас правда возвращаются матрицын подписал как-то называется предварительные условия вопрос ребром если бы зависит от вас кто будет тренировать сборной россии по футболу русский тренер руну как он я знаю нас узбекки узбекский паспорт у нас но но он он советский никуда он не денется он должен тренировать ребят но за то чтобы тренировал человек который хотел выиграть они пришел зарабатывать деньги вот это самое ну плохое хороший но попробую за свою родину порвать кого-нибудь это моя родина все а когда я приезжаю я иногда сел или на мысли если бы я поехал туда ну точно так же работал забора до обеда вот эти бабки отрабатывал и все а там чё ты знает повезло выиграл не повезло уже бед я отработал а здесь меня если не очень хорошо от работы вот стоят трое и все из меня спросят вот это вот страшно вот черчисов сейчас побыла сборная я представляю когда он едет в рейс и нам автобус не ездит слава богу и в метро будет ехать опять нам а вон он этот черчисов но она так и есть сразу обратно прилетит вот поэтому я считаю что мы должны опираться только на своих на своих на своих на своих на своих пусть давайте остановимся давайте немножко переждем но подтянем ведь как они играют вот сейчас сборная голландия пугает метод горна голландии был возраст у них у поляков возраст был сейчас не помню по годам но хорошие детской спортивной школе всегда есть один набор хороший другой провал третий вообще ничего вот этот хороший возраст они подхватывают и тянут за собой через молодежку через чемпионаты 5 6 лет бах выпрыгнула постоянно не может быть ну давайте то же самое сотворим ну сейчас про футбол сказать ну давайте с футболом сотворим но есть же пацаны талантливые а мы опираемся уже на возрастных ребят которые не хотят работать которые знаешь как когда-то я жил на стадионе кубань и кубань вылетала с высшей лиги при королькове ну я ребятам ребятам че какого хрена вы надо же играть она теперь послушаем менять молодой значит за игру в первой лиге мы получаем по-моему 25 рублей тогда было я там а за выигрыш это за выигрыш а за выигрыш вышли и мы получаем то полтинник это 80 ну вот выше ли у нас ни одного выигрыша один все таки надо рассуществовать вот те вся разница понимаешь не должно быть впереди кобыла не надо телегу ставить начальник на потом все остальное время анатолий тарас великий хоккейн тренер пошел футбол конечно опыт получился не совсем удачно но если бы вдруг так сказали евгений трефилов давайте займитесь футбол во первых уже поздно во вторых надо понимать игру ну я своим давать организацию про своими ногами футбол потом надо сейчас все это развивается все идет идет вперед но там ну говоря то что я старый барышнями расходят стали ну дадим сейчас возьми ноги гонки оберни долларовыми партянками отсюда не побегут надо подтянуть человек подтянуть у нас вся хохма в чем подходит олимпиада мы дадим вам миллион ну ты на олимпиаде а надо сделать следующее 500 до того и на подготовку а 500 после того или даже здесь действия стать я 800 на подготовку вот тогда будет результат а мы когда уже пришло время идти на войну мы раздаем патроны это все ну так же не бывает ребят спорте уже доказано если ты не готовишься не готовишься году но выйти на дурака на шермака как раньше это хох у меня рассказывали по поступление в институт физкультуры и приводят пацана и ставят он не может стоять низкий старт его там нагнули поставили на колени он пастух какой-то но этот я думаю байка старт побежали он встал колени отряхнул так как он пастух как дал на круг почти все хабанал но это байка не может такого сейчас уже спорт подошел своему уже тем результатам которые так просто не дается это и над организмом насилия уже о чем но наши забыли что такое-то трехразовые тренировки но у меня трусы снимаешь и носки снимаешь поставил его дел как валенки и пошел эти стояли не успевали высыхать а сейчас вот три тренировки нет нельзя ну бросьте бросьте ребят запас прочности должен быть вот во всех видах спорта во всех мне на жалко легкую атлетику без легкой для дима там сейчас саранске помочь чемпионат россии проводится по легкой тоже жалко очень вид спорта который ну заглушили забили может быть все таки где-то и не виноваты мы сами что не отстояли некоторые тот сейчас двоих отстояли пловцов отстояли молодцы но может там где-то с кем-то надо было по-русски поговорить и двигается эту я михаил геральдич борьбу то вы хотели выбросить олимпийский комитет дошло что борьба должна остаться вот это моё мнение личное так что но очень хотелось бы знаете когда и гимн и флаг это что-то здесь шевелится и комок горько это и по гонболу был матч с голландками буквально здесь уже и тренеры после игры говорили о том что физически в конце мы немножко подсдулись вот насколько это показательно или просто можно набрать этот процесс сейчас можно что угодно говорить давай посмотрим вот первый матч в бразилии и мы посмотрим что что он покажет потому что удачный матч иначе команда еще немножко процентов 10 добавит потому что есть неудачный матч отнимем как на весах будет все это кажется что группа у нас сильнее чем соседние это обманчивое впечатление ли это берет почему там немножко больше команд проходных здесь немножко меньше но все равно нам вы хотели эту под руку надо занимать место как можно выше найти вылетим на 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 норвегию или еще это не не самый лучший вариант там рассказать мертв не поехал еще кто-то не поехал это олимпиада здесь каждый хоть когда выходит на площадку он забывает все и каждый хочет выиграть вот этим отличается олимпиада я девушкам олимпиада отличается только одним ее на четыре года запоминает и запоминает тебя на всю жизнь на всю жизнь а чемпионат мира вот эти кубки ну не целый ряд стоит а толку их уже никто не ну иногда помню сейчас статья вышла на бах девчонка там одна с украина это выиграли мы выиграли чемпиона ну был такой приятный все а вот олимпиада это совсем но и 2 это престиж страны престиж тех людей которых ну назовем так ну как как я сказал россияне престиж бывшего советского союза это самое главное уже как бы там не разделяли чтобы не разделяли мы здесь встречаемся здесь нас никто не растет хоть локтями касаемся хоть носом вот я хочу чтобы наша олимпийская сборная на тяжело будет доказать это очень тяжело потому что и подготовка сорвана все посором но хотелось бы успеха дай бог и кулаки держать надо креститься спасибо вам не не последний раз ну ну Субтитры сделал DimaTorzok